Показывает кинокомпания Deep Space Pictures Производство Old Gamer Production Фильм Old Gamer Возвращение киновоспоминаний Вспоминая эпоху VHS, часть 3 Композитор за главные темы для титров Old Gamer Наверное, следующие месяца два мы все так же смотрели фильмы без света И у каждого из семьи, наверное, где-то родилось желание смотреть кино в цвете Я, честно говоря, вообще не разбирался в этих технических тонкостях И даже не понимал, почему в цвете, почему без света кино идет А папа в этом разбирался И, в общем, он мне дело все разъяснил Сказал, что для того, чтобы смотреть кино в цвете, нужен декодер И вот в какой-то момент мы на семейном совете решаем, что нужно установить в этот телевизор Березка декодер Папа находит, опять же, по объявлению мастера Который приезжает Устанавливает этот декодер Когда он, в общем, установил декодер Мы включили видеомагнитофон Чтобы мы проверили работу, как говорится Что вот все в цвете Включили кино И, о чудо! Кино в цвете, ребята! Я давно мечтал смотреть кино в цвете А если кино в цвете, это означало и тот момент, что и игры будут в цвете То есть я впервые смогу увидеть свои любимые игры на этом телеке Если повезет в цвете То есть сразу двух зайцев одним выстрелом И, знаете, вот тот же самый вечер Мы с большим удовольствием смотрели фильм «Няньки» Если, ребята, кто-то помнит, мы его только вот купили И это комедия такая с двумя близнецами Вот в тот вечер мы в цвете смотрели вот этот фильм Это, ребята, было, ну, просто кайфово Кино в цвете, у тебя дома, наконец Это было сложно вот объяснить вот то ощущение Там метаморфоза, которая происходила от черно-белого к цветному И знаете, что самое обидное? Вот, по-моему, через месяц или через полтора Эта собака-телевизор впервые сломался В общем, мы вызвали того же самого мастера Мастер приехал, крутил, вертел, в общем, что-то там делал В общем, телевизор заработал Вообще, этот телевизор доставлял по итогу Вот в последующие месяцы очень много проблем И это было довольно сложно вот периодически его ремонтировать И в один прекрасный момент И вот сейчас я даже обращусь к своему дневнику И мы с вами посмотрим Мы решили всей семьей купить новый телевизор И вот тут я смотрю У меня запись за 10 октября 95-го года Тут я пишу, что не брал эту тетрадку довольно длительное время Тут потому что у меня перерыв с 1 июля по 10 октября И вот где-то ближе к концу лета Я тут даже записал Мы купили новые вещи Телевизор Goldstar Super Miracle 23 С пультом На нем 79 каналов И еще тут пишу, что мы еще купили аудиомагнитофон Двухкассетный То есть, ребят, вот это все было задокументировано Ну, в общем, конец лета мы покупаем телевизор Goldstar И с следующей покупкой Знаете, вот тоже как-то надоело смотреть на эти белые полосы Которые периодически появлялись у старого микрофона Tensai То есть, картинка все равно не была идеальной То есть, головка уже была довольно сильно потерта И, в общем, тут опять же у меня запись 96-й год Так, запись у меня последняя 4 октября И тут сразу 4 октября 95-го года И тут сразу 28 января 96-го года А это значит, осенью где-то, где-то осенью Потому что телевизор был куплен летом В конце лета А видеомагнитофон новый был куплен где-то осенью Вот Тут опять опишу Я долго не брал свою тетрадь в руки За это время, пока я не писал Очень много чего произошло Мы купили видеомагнитофон Akai Самое время, ребят, снять с этого видеомагнитофона видеокассеты Вот он, ребят Тот самый Akai Тот самый видеоплеер Который был куплен родителями в 95-м году осенью На замену тому видеоплееру Tensai Который у нас был Во-первых, этот видеоплеер Был с возможностью видеозаписи У Tensai такая возможность отсутствовала То есть с телека что-нибудь записать Или вот со второго видеомагнитофона нельзя было У этого же видеоплеера есть такая возможность Во-первых, картинка с него была на порядок Качественнее, чем с того Tensai Но тут дело, в принципе, понятное Потому что это модель 95-го года А там модель 85-го, 86-го года То есть, как бы Во-первых, здесь отсутствовали вот эти артефакты Вот эти белые полоски по всему полю кадра Это уже был большой плюс Трекинг здесь, настройка работала лучше Соответственно, здесь был тот аксессуар О котором я мечтал Здесь был пульт, ребята Так что вот этот Akai С 95-го года Прослужил до 2000-го года Потом у него появилась проблема С лентопротяжным механизмом Там вот эти вот пасеки Они растянулись Мы отдавали его в ремонт Ремонтники попадались с кривыми руками То есть, как бы Негде было взять вот эти вот пасеки Поэтому отдали в ремонт Через знакомого еще отдавали Ну и в итоге Этот видеомагнитфон так и не отремонтировали Но мы подумали Есть ли смысл, то есть, мучиться с ним То есть, поехали в магазин И в 2000-м году, по-моему Или в 99-м Или в 2000-м, сейчас, ребят, не вспомню Заменили его на LG То есть, с LG проблем не было А у этого старичка вот были проблемы Вот в плане перемотки В плане воспроизведения То есть, картинка иногда вот Начинала плыть Звук Сама вот уходила То есть, постоянно нажимала Трекинг нажимать Ну все из этих вот пасеков Потому что на нем очень-очень много Мы смотрели В особенности, моя сестра Очень много мультфильмов смотрели То есть, этот видеомагнитфон Он постоянно использовался То есть, это рабочая лошадка Которая постоянно, каждый день Крутила фильмы Мультфильмы То есть, он без дела не стоял Это действительно вот та система Которая радовала в 90-е годы Вот столько лет прошло, ребят А у меня не поднимается рука Выкинуть его Хотя он уже вот То есть, такая штуковина архаичная Никому не нужная Но, знаете, это прямо оттуда Привет из детства С 95-го года Вот та штуковина На которую я посмотрел Вот впервые многие фильмы Это вот та штука Которую жалко как-то выкидывать То есть Тенсай у меня тоже оставался До какого-то времени Вот старый видеомагнитфон Но вот Я когда искал этот видеомагнитфон Для съемок Тенсай найти не смог Скорее всего, Тенсай я выкинул У меня они лежали там Спрятанные Вот этот видеомагнитфон остался LG, кстати, я вот Что на замену этот был Куплен, отдал бабуле своей Она смотрела потом на нем фильмы Когда мы уже перешли на цифру Но это как-нибудь в другой раз Расскажу Вот как переход Случился на цифру Так что А вот этот видеомагнитфон Ну не знаю Вот, наверное, к нему Такие самые теплые чувства Испытываю Вот, наверное, он останется у меня В коллекции Рука вот не поднимается Реально Выбросить его И давайте, ребят Отправимся Вот в то самое место Где был куплен Вот этот Видеомагнитфон И телевизор Голдстар Супер Миркл 23 Забегая вперед Скажу, что вот Ни в покупке Этого Видеомагнитфона Ни в покупке Телевизора К сожалению Нового Я не участвовал Все это Было Без меня То есть Родители ездили Покупать Видеомагнитфон Без меня И телевизор Я уже Как говорится Принимал это Как случившееся Что ж, ребят Давайте отправимся В город Я вот покажу То место Где раньше был магазин Где вот были куплены Эти Устройства А вот, ребята За спиной Еще одно Важное Для меня Как для Видеофила Звучит, конечно Офигительно В общем Любители Видеофильма В кино Вот еще одно место Здесь раньше был Магазин электроники Я, честно говоря Название уже не вспомню По-моему Назывался он Ригонда Но могу, ребята Ошибаться Кто из Вильнюса Кто будет смотреть ролик Поправьте Не помню название Этого магазина В общем В этом магазине Родители Без меня Приобрели Видеомагнитфон Акай И телевизор Голстар К сожалению Мне в этом Поучаствовать Не удалось Все из-за Противной Мирской школы Которая вот Лишила меня Радости Похода И покупки Вот таких Значимых Вещей И вот К сожалению Ребят В общем Я об этом узнал Как говорится Уже Как о случившемся В факте То есть Пришел домой А дома Как говорится Эти покупки Уже были Ну вот Ребята Вот оно Место Которое Опять же Для меня Является Знаковым Тем местом Ну Которое Опять же Вот То есть Когда каждый раз Проходишь Здесь Каждый раз Всплывают Именно Вот эти Воспоминания Я вот Все Рассказываю Вам Рассказываю Вот Как И что А давайте Отмотаем Машину Времени На 96 Год Лето И Посмотрим Вот Как это Было Тогда Как выглядела Моя Обстановка Вот Как выглядела Вот эта Видеодвойка Вот этот Видимо Нитрон АК И телевизор Голдстар Вот в моей Комнате Где мы Смотрели Кино Давайте Ребята Мотаем На 96 Год И Просто Посмотрим Поехали Да 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 Поехали Поехали А Два Илиса Стрельняя Судент Да Привет! Как живёте? Это я. А вот моя сестра. Иди сюда, иди сюда. Да, иди сюда. Ладно. Это не получилось. Места продажи видеокассет, так называемые «точки». В Вильнюсе их было очень много, чуть ли не на каждом шагу. Начиная от обычных ларьков железных, заканчивая отдельными магазинами с очень большим выбором. И знаете, давайте-ка мы с вами побываем хотя бы в части из них. Прогуляемся по Вильнюсу, посмотрим, как сейчас выглядят эти места. Примерно где-то в этом месте был ларёк с видеокассетами. Ещё одна точка, где можно было купить фильмы на VHS. И помню, в один из таких жарких летних дней 95-го года мы с отцом вместе отправились, чтобы купить какой-нибудь фильм на вечер. Как всегда, как и с играми у меня всегда, вот когда мы шли за кассетами, всегда было вот такое ощущение дойти быстрее, вот взять кассету и отправиться быстрее домой, чтобы посмотреть какой-нибудь новый голливудский фильм. В общем, когда мы пришли с отцом вот на это место, подошли к ларьку, стали с ним рассматривать в общем список того, чего там было, в общем ассортимент. И когда мы, в общем, дошли, наверное, до середины, вот там кассеты были вот так вот поставлены одна за другой, где-то, наверное, вот до середины ассортимента, когда дошли, там я увидел один дома. И, в общем, первую часть, как я рассказывал вам, я смотрел еще в Крыму по телевизору, вот вторую часть, в общем, я не видел. И тут, в общем, я вижу кассету с один дома первой, второй части, и, в общем, отцу говорю, давай, может, возьмем один дома. Первую мы видели, а вторую нет. И, в общем, потом мы еще посмотрели, что там было, по-моему, там еще была семейка Адамс. Честно говоря, больше какой ассортимент там был, ребята, я, наверное, не вспомню. И, в общем, мы с отцом решили купить один дома, потому что и я, и папа любили комедии. И, соответственно, в общем, выбор пал на один дома. А это, ребята, за спиной еще одно место, где в Вильнюсе в 90-е годы можно было приобрести видеокассеты. Раньше он в советское время назывался Вильнюсский универсальный магазин. И вот после развала Союза он тоже какое-то время носил это название. Сейчас же это магазин под названием Кап, торговый центр. Он видоизменился настолько внутри, что вот сейчас, если я пойду вовнутрь, то я вам не покажу, вот где был этот отдел с видеокассетами. Снаружи он тоже претерпел больше, наверное, косметические изменения. Ну вот снаружи его можно узнать, а вот если пойти вовнутрь, то есть я бы сейчас, ребята, не нашел, вот где я частенько покупал видеокассеты. Вообще, ребят, чем мне запомнилась именно вот эта точка? В городе было очень много вот подобных мест, то есть где можно было купить видеокассеты. А здесь торговали практически точными копиями видеокассет, вот такими, какие они были во всем мире. То есть это был не просто картонный кейс, картонная коробка, да, и вот с наклейкой, на которой было напечатано на печатной машинке, или от руки написано название фильма или фильмов. Здесь же продавали кассеты, которые были в пластиковых кейсах, с красивой обложкой, со скриншотами на задней части. То есть это была, в общем, практически полная копия оригинала, то есть закос под оригинал. И вот именно здесь, насколько я помню, мы с родителями купили Патруль Времени повторно, вот в такой красивой коробке, книгу джунглей, живую мертвичину, теле мертвецов, потом еще один из моих любимых мистических ужастиков, это Полтергейст. То есть здесь было куплено именно в этом месте огромное количество всевозможных фильмов. И вот действительно вот эти вот коробки пластиковые, с обложкой фильма, со скриншотами, с описанием, то есть они сильно выделялись на фоне вот этих обычных, безликих коробок с брендами изготовителя, вот например, какие-нибудь Голдстары, GVC. То есть раньше как было? Коробка от кассеты обычная, то есть с логотипом изготовителя и все. И вот если сравнивать с теми кассетами, вот в этих пластиковых кейсах с обложками, то это небо и земля. То есть вот казалось, что это очень круто. Ну, по крайней мере, в детстве вот казалось, что это очень круто, ребята. Ну, вот, в общем, вот оно то место, которое вот запало где-то глубоко в душу. И вот когда сюда приходишь, смотришь вот на это место, и где-то внутри всплывают вот те воспоминания, когда мы вот всей семьей ходили за новыми фильмами. Вот, ребята, непередаваемые ощущения. Это как для меня лично, как место силы. Вот когда приходишь сюда, заряжаешься вот той энергией, где-то внутри, опять же, вот, повторюсь, вспыхивают вот те воспоминания. Вот приятно вообще приходить в подобные места и вообще вот поделиться с вами, сделать эдакую визуализацию, чтобы вы не просто слушали, да, вот, какие рассказы, чтобы вы видели, вот, как, где и как вот в Вильнюсе происходила покупка видеокассет, то есть где можно было приобрести тот или иной фильм. Что ж, ребята, двигаемся дальше. Сейчас мы с вами идем, ребята, по этой улице. Я никак не смог найти вот тот магазин, то место, где в небольшом отделчике, рядом был отдел с цветами и небольшой такой отделчик с видеокассетами. Это был продуктовый магазин, то есть там таких два отдела, они отдельно существовали вот от самой части магазина с продуктами. И вот, честно говоря, сейчас мы с вами идем, а я вот никак не могу вспомнить, вот в какой части улиц был этот магазин. Там я с родителями вместе купил первую, вторую и третью часть Лепрекона. Первая часть Лепрекона была в переводе Михалева, вторая, по-моему, тоже. А вот третья была в переводе Володарского. Также здесь купили зубастиков первую, вторую и третью часть. То есть вот эта точка для меня, вроде она миниатюрная, маленькая была такая, там небольшой выбор фильмов был, но она вот сильно запомнилась вот этими покупками. Ах да, там мы еще купили первого, второго Кэндимена. Там, насколько я помню, такая приятная девушка торговала. То есть вот с ней, когда мы ходили, вот родители как-то завязывали разговор вот насчет фильмов, что у вас новенького есть, что посмотреть. Она всегда очень приятно, то есть как бы подсказывала. И вот она тоже вот как-то запала в память. И тут такое местечко, вроде такое маленькое, но очень-очень уютное. За моей спиной, ребят, очередное место, где в 90-е годы можно было пополнить свой запас видеокассет. Вообще, именно в этом месте мы покупали фильмы, наверное, чаще всего первое время, когда у нас только появился видеомагнитофон. Мы жили здесь неподалеку, в принципе, буквально километра полтора, два, наверное, отсюда. То есть когда родители шли за продуктами, заодно они покупали какой-нибудь новый фильм. И вот больше всего мне запомнилось это место, наверное, покупкой трех кассет. Летом, по-моему, 94-го года, опять же, был вот такой вот жаркий денек, утро. Мы с отцом отправились, по-моему, за картошкой. И когда я приходил на этот базар, для меня здесь было самых, наверное, два интересных места. Это вот здесь, вот на этом месте, прямо рядом с самим базаром, здесь стоял ларек с 8-битными картриджами для Желетона, Дэнди. Я, когда мы шли на базар с родителями, я всегда посещал именно вот это место, чтобы посмотреть, появились ли новые картриджи. А также шел во второе место, там был ларек с видеокассетами. В общем, это был такой классический ларек из 90-х, коих во многих городах постсоветского пространства было много. Утром, летним, 94-го года, мы с отцом, как я говорил ранее, отправились за картошкой. И вот я подошел к этому ларьку, стал опять рассматривать ассортимент. И там я увидел кассету с фильмами «Хищник 1 и 2». И, конечно же, выбор был сделан молниеносно. Это фильм первый сарни, а второй «Хищник» я вообще не видел. То есть, в общем, с отцом мы в тот день взяли именно хищника первую, вторую часть. Также здесь был куплен первый парк юргского периода. Мой отец был большим поклонником динозавров. И, в общем, это уже был его выбор. И третий, наверное, вот такой покупкой яркой, которая запомнилась, это была покупка фильма «Каспер». Я помню, мы с родителями, опять же, наверное, году в 95-м, ну, в середине дня, наверное, были на этом базарчике. Опять же, я вот рассматривал, что бы там в ларьке такое прикупить, и вот нашел «Каспера». «Каспера». До этого я вот смотрел мультики «Каспер», и тут, в общем, попадается фильм, и, конечно же, то есть, этот фильм я хватаю. И вообще, вот этот день, он настолько у меня врезался в память. Я помню, когда мы вышли с базара, вот где-то здесь шли, подъехала машина, это был друг моих родителей, он работал как раз-таки таксистом, и в тот день, в общем, не нужно было идти пешком, мы сели в машину, и, в общем, он нас довез до дома. То есть, вот, когда приходишь в такие места, вот, не знаю, вот самовольно вспоминаешь, вот такие вот вообще незначительные элементы вот с той далекой прошлой жизни, ребята. Так что вот для меня, как вот все места, которые мы с вами сегодня посетили, они для меня, можно сказать, легендарные, то есть, имеют значение именно для меня. И давайте отправимся в еще одно место. А где-то вот в этом месте, ребята, или это здание, или немножко вниз по улице, честно не вспомню, но этот магазин был где-то рядом с синагогой. В общем, где-то вот здесь был офигительно крутой магазин, просто набитый кассетами битком, там были, в общем, такие стеллажи, стоявшие рядами, и там в основном торговали брендовой продукцией, лазер-видео. В общем, кассеты были оформлены все в одинаковом стиле, то есть, это были коробки с надписью лазер-видео, и надписи с названиями фильмов были не напечатаны при помощи печатной машинкой, да, вот на этой наклейке, а там были, в общем, отпечатаны при помощи принтера, что ли, на этих кассетах названия. Здесь было огромное количество, просто огромнейший выбор, наверное, в общем, одна из лучших точек Вильнюси, вот, где можно было купить фильмы на любой вкус и жанр. И вот здесь, я помню, мы с отцом купили, вот, наверное, самое яркое воспоминание, это кассету с фильмами «Операция А» и «Б» с Джеки Чаном. Вот, еще там было куплено, в общем, много фильмов, но вот запомнился, наверное, больше всего именно этот фильм. В общем, замечательная точка в свое время была. И вот, жалко, вот точно не могу вспомнить, именно, которое место. Или здесь, ребят, ты говорил, или здесь, или вот немножко где-то ниже, в общем, спускаясь по улице. Ну, не могу вспомнить. Сильно все, ребята, поменялось, то есть, как бы, давно уже ничего от подобных мест не осталось. То есть, здесь вот всякие кафе, магазинчики теперь. То есть, нужно напрячь память, чтобы найти именно вот то место. Но, повторюсь, магазин был просто офигительно крутой. И вот, реально, там можно было найти все, что душе угодно. Еще одним таким знаковым местом, где была просто россыпь ларьков с видеокассетами, был Вильнюсский железнодорожный вокзал. Это, наверное, одно из таких вот самых близких мест, до которого было подать рукой от нашего дома. Вспоминается вот какой-нибудь из летних, теплых денечков, когда вся семья собиралась дома. Мы шли либо все вместе, я, мама, отец, сестра, либо мы вместе с отцом шли вот вечерком, даже бывало часов восемь. То есть, вот шли, когда был вот тот информационный голод, хотелось что-нибудь новенькое посмотреть. То есть, собирались и шли вот, закрываешь глаза, вспоминаешь эти воспоминания. Они настолько теплые, овеяны вот таким уютом. Идешь к этим ларькам, выбираешь какой-нибудь фильм. Например, вот я четко помню, мы там покупали, например, фильм «Команда» со Шварценеггером, «Левиафан». То есть, вот это вот то место, которое вызывает, даже вот когда я там бываю, вызывает вот те положительные, теплые эмоции. Вот то место, знаете, вот уютное место для покупки видеокассет. Вот идешь через старый город, вот попадаешь на железнодорожный вокзал, идешь вот к этому ларику, ну то есть, ребята, ну непередаваемые ощущения. Вот это то место, где мы тоже часто покупали видеокассеты. В Вильнюсе было, по-моему, даже такое место, где можно было на заказ, то есть выбрать какие-то фильмы из списка, и вам их записывали, вот комбинировали на одну видеокассету. Я, честно говоря, в этом месте ни разу не был. Я долго и мучительно выпрашивал у родителей фильм «Терминатор 2» первую и вторую часть. Но вот в тех местах, где мы покупали видеокассеты, первое время это вот на вокзале, на Подгале, и вот еще в одном месте, возле, недалеко от универмага за рекой, там вот почему-то терминаторов не было. И тут отец где-то в городе вот нашел это место, заказал первого-второго «Терминатора», чтобы они были на одной кассете, оповестил меня об этой новости. Я ждал вот того дня, когда можно будет забрать эту записанную кассету просто с нетерпением. Потому что, ребят, «Терминатор 2» был культовым фильмом. И для каждого мальчишки «Терминатор» наверное был таким основным фильмом и любимым фильмом. И вот не иметь в коллекции «Терминаторов» первого-второго, это было непростительно. И в общем, я очень-очень хотел, чтобы у меня такая кассета была. И вот отец, в общем, нашел это место, и в итоге вот он заказал, ему записали, и он забрал эту видеокассету, и моему счастью не было предела, когда у меня в руках была эта кассета. Вот сейчас помню, это опять же был «Голстар» 240 минут, потому что, то есть «Терминатор 2» довольно длинный, и 1 немножко поменьше. Вот на 240 минут как раз помещались 2 фильма. Но один момент огорчал вот в этой записи. Первый «Терминатор» был на полный экран. И вот перевод там был такой, я даже не знаю, кто переводил. Я вот до сих пор сколько смотрел переводов, мне этот перевод так до сих пор и не попался. А вот хотелось посмотреть первый «Терминатор» именно с этим переводом. Не знаю, что за переводчик, то есть как бы может когда-нибудь удастся найти. А вот второй «Терминатор» была версия 2.35 к 1. Вот эта широкоформатная версия для кинотеатров. Не 4 на 3, вот что использовалось для ТВ, а вот эта вот 2.35 к 1. Вот эта вот полоска на телевизоре. Телевизор-то были все соотношением 4 к 3. А тут 2.35 к 1. И соответственно, то есть вот «Терминатор» занимал вот маленькую вот такую полоску на части экрана. Это было очень-очень обидно. Но вот именно эта покупка врезалась в память. Вот как она не врежет. Это же «Терминатор», ребят. Вот так я заполучил свою копию «Терминатора», которая, кстати, была затерта просто до дыр. Когда к тебе, а не ты уже шел смотреть кино, «Ой, блин, ребята, какое это было время ощущения от того, что ты ощущаешь свою значимость, ты чувствуешь себя вот таким крутым чуваком, то есть у тебя есть видеомагнитофон, у тебя есть нужная кассета с нужным фильмом. Вот когда в школе прознали о том, что у меня появился видеомагнитофон, конечно же, кое-кто из одноклассников хотел ко мне прийти посмотреть фильм. Одним из первых вот таких посетителей моего видеосалона был Виктор Махнач. Тогда он ко мне пришел посмотреть «Трудную мишень» с Ван Дамом. Я, конечно же, уже ее посмотрел не один раз. Я просто от нее тащился. И потом в школе, конечно, рассказывал, что я смотрел «Трудную мишень». И тут, в общем, Витька услышал, что у меня есть этот фильм, а он был на слуху. То есть Ван Дамм вообще был на слуху. То есть про Ван Дамма знали все. И, в общем, Витька напросился ко мне на киносеанс. Я уже весь фильм знал наизусть, а Витька смотрел, ловя каждый кадр. То есть Ван Дамм, вертаки, просто сумасшедшие взрывы вокруг, выстрелы. Это же все-таки фильм был Джона Ву, если мне не изменяет память. А он еще снимал такой фильм как круто сваренный, по-моему. Это просто бешеные боевики были, в которых вот вымерен каждый кадр. То есть все поставлено идеально. То есть это отличные боевики 90-х годов. И то есть Витька был под большим впечатлением от того, что он у меня увидел вот это кино. Также, вот, кстати, расскажу о фильме «Мортал Комбат». Для меня, честно говоря, была большая неожиданность. Я помню, прихожу, я с школы, а мама мне говорит, «А ты знаешь, какой мы фильм купили? «Мортал Комбат». И тут у меня, ребят, вот так отваливается челюсть. Фильм по моей любимой игре не может быть. После просмотра первого «Мортал Комбата» я был настолько под большим впечатлением, то есть я просто кайфовал, я влюбился в этот фильм. Как сейчас говорят, весь фильм был напичкан фан-сервисом, то есть там и антагонисты, и протагонисты, то есть вот все действующие лица из первой части игры, классно поставленные бои, вот эти все фишки, типа использование холода с Абзиры, потом Скорпион, который использовал свой гарпун, который вылазил из руки, то есть все вот это было в фильме, что было в игре, и тогда это смотрелось ну неимоверно круто, то есть вот все то, что делало крутой игру Mortal Kombat, все это Пол Андерсон перенес на киноэкран, то есть этот фильм был, как говорится, must have для просмотра, и вот для меня стало ну просто нереальной неожиданностью, вот когда ты приходишь домой, а тебе говорят, а вот, вот тебе фильм по Mortal Kombat, родители дают тебе вот так кассету, а у тебя так челюсти отваливается, то есть и ты с ней ходишь вот так наверное неделю, то есть не осознавая вот откуда, как, тогда же не было то есть каких-то возможностей узнать, что вот какие-то фильмы там должны скоро выйти, то есть для меня это вообще каким-то чудом, то есть было, ну неожиданностью, и потом, когда я растрезвонил в школе, что вот я посмотрел Mortal Kombat, фильм, конечно же ко мне сразу напросились зрители в мой видеосалон, и одним из первых таких зрителей был Саня Федоров, то есть он ко мне пришел и тоже ушел с челюстью, возможно она у меня где-нибудь там на диване осталась после просмотра, а он ушел без челюсти, то есть как бы все тащились от Mortal Kombat, и то есть вот наверное вот таких вот два фильма Трудная Мишень и Mortal Kombat запомнились вот как я в своем киносалоне вот показывал эти кинокартины, то есть больше всего наверное запомнился даже Mortal Kombat, и после него еще ребята приходили вот посмотреть Mortal Kombat, то есть вот поход к тебе посмотреть кино воспринимался еще круче, чем когда ты шел сам смотреть кино, потому что это поднимало твой статус. еще одним офигительным моментом было то, что купив вот этот видеомагитофон, родители подарили мне возможность записывать кино с телевизора, мультфильмы, кино, и наверное вот самыми яркими такими воспоминаниями в этом плане, я помню, как по ТВ6 Москва показывали в определенные дни или в определенный день Том и Джерри, и я не пропускал ни одной серии Том и Джерри и записывал на кассету Том и Джерри с телека с ТВ6 Москва, потом записывал еще классную юмористическую передачу ОСП студия, вот особенно мне нравилось 33 квадратных метра, кайфовая вот такая передача, которую я тоже записывал на ВИЧС, также я помню как записывал такой фильм как Неуловимые Мстители, Корона Российской Империи, то есть было вот кайфово записать что-нибудь подобное. Когда начиналось какое-то кино, которое я хотел записать, я никогда не отходил от видеомонитофона, чтобы не записывать ненужную рекламу, чтобы кино у меня было без реклам. И соответственно вот когда кино шло, оно было записано у меня всегда без реклам. То есть когда к рекламе подходило, это буквально какая-то там секунда-две и вот такой перескок быстрый. И рекламы нету. И не нужно было вот смотреть всю эту ерунду рекламную. Потом таким же макаром я каким-то этим чудом поймал фильм, который мне очень нравится. Один из лучших фильмов лично для меня с Рудгарем Хавером это Сплит Секонд. Доля секунды. Я просто тащился от этого фильма. это фантастика про недалекое будущее, про монстра, который чем-то напоминал хищника, чем-то чужого. То есть сам фильм повествует о полицейском разгильдяе, который охотился за этим монстром. У него какая-то определенная атмосфера. Я вот очень кайфовал, что мне удалось поймать по ТВ6 Москва этот фильм. Опять же, вот когда были два видеомагнитофона, можно было переписать с одной кассетой фильм на другую. То есть вот иногда отец брал видеомагнитофон у соседа, и мы записывали фильмы. Насколько я помню, одним из таких фильмов была фантастика Монолит. Вот что мы записывали. Потом опять же, это были сериалы Скользящие. Мой папа Привидение таким образом записал. Боги, наверное, сошли с ума. Полицейская Академия. Потом еще фильм про зомби полицейских, Мертвая жара. То есть много таких фильмов, которые я записал подобным образом. То есть благодаря тому, что видеомагнитофон, видеоплеер, мог не только воспроизводить, но и записывать. Можно было таким образом пополнять свою видеоколлекцию. Кстати, я совсем забыл. Таким же макаром я записал фильм Джекко, о котором я рассказывал вам в прошлом выпуске. То есть вот благодаря тому, что была возможность видеозаписи, можно было записывать фильмы с телеканалов, с других видеокассет. Ну, конечно, нужно было выпросить где-то второй видеомагнитофон, потому что это была большая роскошь. Ну, в данном случае я мог взять у соседа, а потом еще я брал, вот когда записывал другие фильмы, ну, не я брал, а мама одалживала у своей подруги видеомагнитофон, она иногда привозила, вот чтобы переписать что-нибудь. То есть вот используя чужие видеомагнитофоны можно было пополнять свою коллекцию. Так что это вот тоже такой романтический период, когда можно было записывать фильмы вот самому переписывать. Давайте немного затронем вообще тему пиратства. То, что оно у нас процветало буйным цветом, то есть пиратство было на каждом шагу, и оно никак по сути не преследовалось, кассеты продавались просто повсюду, и никто не закрывал эти точки, как бы мы особо даже к этому и не относились как к пиратству. То есть мы смотрели фильмы, потому что как таковых лицензионных видеокассет в принципе в природе не существовало. То есть это все в основном была пиратская продукция. И только ближе, наверное, к концу 90-х стали появляться вот такие похожие минутку кассеты вот с подобным оформлением. То есть это были такие вот кассеты в бумажном рукаве. Там был, как правило, один фильм. ну, это, конечно, у меня пиратская версия, но были вот Tvarus Video, по-моему, видеокассеты, они вот были оформлены примерно вот так. И здесь или сзади, или спереди была такая голографическая наклейка. это была лицензионная кассета. Но они стали появляться под самый-самый конец. То есть это было уже под самый занавес VHS у нас. Ближе к тому времени, когда стали появляться уже DVD постепенно. То есть выглядели лицензионные кассеты примерно вот так. Картонный рукав, здесь скриншоты и описание. Это опять же вот кассеты шли с России откуда-то. Но также вот были вот как у меня в руках сейчас пиратские закосы под лицензией. То есть в картонной коробке в такой обложке в таком оформлении. Вообще давайте посмотрим какие были видеокассеты. Какие разновидности видеокассет. То есть были вот такие обычные не тут схватил. Были вот такие обычные видеокассеты. То есть вот бренд кассеты и напечатаны при помощи печатной машинки название фильмов. То есть это в общем самый распространенный вариант. То есть вот таких видеокассет было процентов 90. Вот такие кассеты с закосом опять же под лицензию встречались реже, но они все равно были. У меня в детстве процента наверное 3-4 таких кассет со всей той коллекции, которая была в картонных коробках с такими красивыми обложками. То есть вот такие кассеты были. Основная масса таких где просто коробка с названием бренда и надпись. Но были и вот такие пластиковые кейсы. Вот здесь как видите обложка названия фильма. Здесь опять же скриншот описание к фильму. Как правило подобные кассеты были опять же пиратскими. Они были частенько полностью слизаны с лицензией. То есть вот эта вот обложка полностью была перекопирована. В 95 случаях это было английское описание. И частенько картинка даже теряла резкость от того, что это был уже перескан какой-то неоднократный. И соответственно вот это все было не самого лучшего качества. И чувствовалось, что использовали принтеры довольно низкого качества. То есть вот картинка вот эта лицензия английская. Здесь видно все довольно неплохо сделано. Внутри вот так у лицензии выглядела во всем цивилизованном мире наклейка. А у нас же внутри были вот кассеты опять же которые косили вот под такую с напечатанным названием. И как правило говорю обложки были не самого лучшего качества. Но иногда даже встречались обложки с русским описанием. Но это когда им было не лень заморачиваться. Когда пираты полностью не перекопировали вот этот дизайн а добавляли что-то свое. Ну в большинстве случаев это были полностью копирки вот с этих лицензионных кассет. Но не знаю мне вот в подобном оформлении фильмы нравились намного больше вот чем вот такие кассеты голые. Потому что посмотрите у этих кассет нету никакой индивидуальности. То есть они все вот кто в картонных кейсах кто вот в пластиковых как эта кассета. То есть не было индивидуальности. А вот если у вас на полке стояли вот такие кассеты то есть сразу можно было поэтому корешку да по этой стороне узнать какой фильм и вот с кучей кассет можно было вытащить сразу вот фильм который ты хотел а не выискивать вот так если кассеты вдруг вот так стояли у меня кассеты все стояли вот здесь у меня было наклеено на каждой кассете номерок и была вот тетрадка на которой в которой я записывал каждый фильм номер и вот соответственно кассеты у меня стояли так чтобы не наклеивать вот так как здесь вот номерок чтобы не наклеивать его где-нибудь здесь я наклеивал всегда номерок вот так и кассеты у меня стояли все вот так то есть задницей я по тетрадке смотрел какой мне нужен фильм а вот так бы было намного проще то есть как бы если все фильмы были вот в подобном оформлении у меня было подобном оформлении немного кассет Но все же они были Я тащился от таких кассет А еще когда ты покупал кассету В комплекте шли наклейки И вот эта пленка Она часто сдиралась И чтобы пленка не сдиралась у меня Я брал вот эту наклейку Которая наклеивалась Вот сюда И разрывал ее Разрезал и приклеивал Вот эту вот пленку При помощи вот этих наклеек Чтобы как можно дольше сохранить Вот такой презентабельный вид у коробочки То есть вот до сих пор Ребята, эта кассета, наверное, 96-го года Но вот смотрите, как коробочка выглядит Это вот с тех времен, с детства кассета И благодаря вот таким вот заклеиваниям Кейс до сих пор Еще спустя столько лет Еще живой То есть вот Я всегда бережно относился к видеокассетам Еще одним интересным моментом пиратства Был тот факт Что где-то, наверное, ближе к 96-му году В продаже стали появляться Так называемые экранки Как-то мы с отцом пошли за новым фильмом Тут мы видим В продаже только-только появился Газонокосильщик второй Мы берем кассету Идем домой Включаем кино Как водится И тут я смотрю Какие-то странные цвета То есть Как-то не хватает цветов Какая-то тусклая картинка Какой-то странный звук Ну то есть Смотрим дальше У меня, то есть Мыслей в голове не было Что это В кино Просто Снято прямо С киноэкрана То есть Ближе, наверное, где-то к середине фильма Я вижу, как Тени людей проходят По картинке То есть Кто-то встал в кинозале И Вышел с киносеанса То есть Я вообще не понял Что происходит Откуда здесь тени Я вот Сад, прошу Ты видел вот это Что сейчас произошло То есть Вся семья В недоумении Как это? Чего это? Откуда тени людей? И потом Только вот Пришло осознание Когда мы посмотрели фильм Что это Экранка Это Фильм, который был снят Прямо с кинотеатра То есть Вот Только была премьера Это было снято Потом Отдано на студии На озвучку И растиражировано И То есть Как бы Расходилось по всему Соцлагерю Бывшему И Соответственно Вот так я посмотрел Второго газонокосильщика Фильм мне Честно говоря Не знаю Не понравился По причине того Что это была ужасно Жуткая копия Потом Так я посмотрел Замечательный Фильм С Майклом Джей Фоксом Страшилы Просто кайфово Классный фильм Не знаю Как его Охарактеризовать Если вдруг Кто-то не смотрел Страшилы С Фоксом Обязательно посмотрите Это отличная такая Мистика С элементами Черной комедии Даже где-то Вот То есть Ну не совсем Но С элементами комедии Так назвал То есть как бы Потом День независимости Я также смотрел А с Днем независимости Вообще была полная Лажа Я помню Мы взяли кассету С Днем независимости Мало того Что это была экранка Так эта экранка Еще и была записана На какой-то Фиговой Кассете То есть Мы пришли домой Включили День независимости Периодически То есть Картинка плавала Там какая-то проблема То есть При записи была Или поврежденная пленка То есть В общем Кайф от просмотра Был убит Напрочь Картинка фиговая Звук хреновый И еще и Брак в записи Также Таким макаром Я посмотрел И пятый элемент И еще Много-много Фильмов Подобным образом Я посмотрел Потому что Все новинки Что Появлялись Теперь появлялись Вот в таком качестве То есть Это был новый Как сейчас говорят Тренд Пихать людям Вот эти экранки С паршивым качеством Представьте VHS Качество На него накладывается Вот это Паршивое качество Экранки Ужасный звук Сам по себе С кинотеатра Плюс перевод И вот это шипение Видеокассеты То есть Фильмы Все вот Новинки Выглядели вот так Настолько ужасно То есть Экранки Это Тихий ужас Был Вот Наверное Вот таких Вот Самых Пару Интересных Аспектов Вот Которые Были Вот В плане Пиратства На всем Постсоветском Пространстве Мы часто В прокатах Кассеты Не брали Потому что Не знаю У нас как в семье Вот Водилось так Что хотелось Чтобы эти фильмы Были в коллекции То есть Чтобы взять И вот Когда захочешь Пересмотреть еще раз Фильм То есть Ну потому что Часто пересматривали Вот Какие-то Фильмы Тот Или иной Ну То есть Повелось Повелось И я Я вспомню Пару 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 Моментов Именно Которые Связаны С этим Видеопрокатом А здесь Ребят Был Весьма Неплохой Прокат Видеокассет Запомнился Он мне Больше всего Тем Что Папа Чисто Случайно Его Нашел И Там Ему Удалось Найти Практически Все Сезоны Скользящих И Фильм Который Я уже Не ожидал Видеть Я даже Не знал Что есть Вторая Часть Этого Фильма Это Возвращение Живых Мертвецов 2 От которого Я сильно Тащился Это был Настолько Крутой Ужастик С элементами Черной Комедии И вот Здесь Именно В этом Месте Удалось Найти То Что Честно Говоря Я не ожидал Совсем Уже Увидеть Продолжение Скользящих Скользящих Мы Увидели В первый раз Всей семьей Году Наверное 95 Наверное Да 95 Это было Буквально Серии 4 Наверное И вот Здесь Удалось Раздобыть Практически Все сезоны И Переписать Их Себе В итоге Потом Я переписал Практически Все сезоны Скользящих Тонки Товарищу Который Тоже Обожал Кино И вот Часто Ко мне Приходил Меняться Кассетами Я помню Тоже С тех Копий Которые Я сделал С этого Проката Скользящих Сделал И ему То есть Еще одно Такое Местечко Которое Навевает Всевозможные Воспоминания Иногда Прокаты Закрывались Иногда Распродавались И вот На этих Распродажах Можно Было За сущие Копейки Купить Тот Или иной Фильм То есть Что-то Порядка Трех Четырех Там Пяти Литов Стоила Кассета С проката В то Время Как Новая Кассета Вот Если покупать На какой-нибудь Точке Стоила Что-то Порядка Пятнадцати А вот Такие Кассеты Которые Маскировались Под лицензию В пластиковых Кейсах Вообще Стоили Там Что-то Двадцать Четыре Лита Или Двадцать Пять Или Тридцать Не помню Ребят Они были Намного Дороже Такие Кассеты В пластиковых Кейсах Ну и Так Вот Новая Кассета Стоила В принципе Недешево По-моему Пустая Кассета Стоила Десять Или Двенадцать Литов Не помню Ребят Но Что-то Около Этого И То есть Вот Тут Можно Купить Кассету За Три Лита Конечно Же Видеопрокаты Иногда Распродавали Вот Весь Свой Ассортимент По причине Того Что Они Были Кассету Уже Довольно Сильно Заезженными По причине Того Что ВИЧС Формат Это Тот Формат В котором Пленка Непосредственно Имела Физический Контакт С Барабаном Видеоголовки И Вот Со Временем Пленка Уже Изнашивалась Вот Этот Магнитный Слой Он Со Временем Стирался От Постоянного Контакта С Видеоголовкой И Соответственно То есть У Кассет Вот У Подобных Спрокатов Качество Было Не Самое Лучшее Но В принципе Учитывая Что Кассета Стоила Три Лита Это Отнюдь Не мешало Нахапать Вот Такую Охапку Видеокассет По Такой Маленькой Цене Я Помню Распродавался Очень большой Видеопрокат Который Находился Недалеко От Калварийского Рынка Некогда В магазине Эко Сейчас Там Максима В общем В общем В этом магазине Распродавался Очень большой Видеопрокат И Помню Мы с родителями Пришли В этот прокат Там Еще Было Довольно Немало Видеокассет То есть Ассортимент Еще был Хотя Люди Там Тоже То есть Хватали Эти Видеокассеты Просто Ужас Что Творилось И Там Вот Мы Нашли Несколько Фильмов Всех Я честно Говоря Не вспомню Их Было Намного Больше Из Этих Фильмов Насколько Я помню Это Был Газонокосильщик Мистер Няня Потом Ночь Страха И Что Там Еще Еще Каких-то Несколько Фильмов Сейчас Я честно Говоря Не вспомню Самым Наверное Ярким Воспоминанием Из этих Фильмов Был Просмотр Фильма Ночь Страха Там Была Первая Вторая Часть Помню Вот Наверное Одно Из первых Кассет Этих Я и Воткнул Ночь Страха Видик Что Больше Всего Запомнилось В этом Просмотре Это Тот Момент Когда Вместо Заставки Кинокомпании Которая Снимала Этот Фильм Пошла Какая-то Заставка С Надпись Лазер Диск Я не Понял Что Это За Лазер Видеодиск И Потом Еще Появилась Надпись Сайт А Или Сайт 1 В общем Сторона А Или Сторона 1 Наверное Сторона А И Вот Только Спустя Много Лет Когда Появился Интернет Я Наконец Узнал Что Такое Лазер Видео Лазер Диск Это Диски Размером С виниловую Пластинку То есть Компакт Диски Размером С виниловую Пластинку С аналоговым Видео И Звуком Сначала В первых Ревизиях Лазер Видеодиска Был Аналоговый Стереозвук Довольно Неплохого Качества Потом Там Появились Дорожки С Dolby Digital Стереозвуком И То есть Это На тот Момент Был Самый Лучший Аналоговый Формат Видео То есть Во первых Там была Довольно Качественная Картинка Была Выше Разрешение Чем У VHS Картинка Не страдала Вот этими Аналоговыми Помехами Как у VHS Потому что Это был Другой Носитель Информации И Лазер Диски Можно было Смотреть Сколько Угодно Раз У Диска Не было Прямого Контакта С Считывающей Головкой Это Все Работало Точно Так же Как у Обычных Аудиодисков И Картинка Намного Лучше Была Чем У Обычных VHS То есть Это Я все Узнал Уже Спустя Много Лет В середине Фильма Опять Появилось Сообщение Сайт B То есть Сторона B Я Я Честно Не Понимал Почему Прорывается Фильм Потом Появляется Сообщение О стороне B Вот Вначале Была Сторона А Вот Впервые Я тогда Посмотрел Первый Раз Посмотрел Фильм Который Был записан Действительно С лазер Диска Попадались Такие Копии Которые Писались С лазер Диска И вот Тому Подтверждение Вот эти Элементы Сторона А Сторона Б Вот Начальная Заставка Лазер Видео Вот Честно Говоря Этим Мне Больше Всего Ночь Страха И Запомнилась Вот Если Брать Внимание Сам Фильм Вот Наверное Мой Любимый Фильм На Тему Вампиров Вот Который Был Снят В 80 Годы Такой Молодежный Ужастик Про Вампиров Если Вдруг Кто-то Не Смотрел Ребята Ночь Страха Есть Первая Вторая Часть Потом Был Ремейк В 2011 Году Ремейк Получился Так себе Потом Был Еще Ремейк Второй Часть Это Совсем Тихий Ужас Но Если Вдруг Кто-то Не Смотрел Ночь Страха Обязательно Посмотрите Первая Вторая Часть Кайфовые Классные Фильмы И сюжет И съемка И классный Саундтрек Аля 80 То есть Все на месте Это Такой Классический Хоррор Молодежный Восьмидесятых Годов В общем Классный Фильм Также Меня порадовал И Газонокосильщик Первый И Мистер Няня Вообще Мне с Холл Хоганом Нравились Фильмы Вот мне Очень нравился Мистер Няня Потом Мне нравился Очень Не знаю Почему Силач Санта Клаус То есть Были с ним Такие Вот фильмы Которые Ну Не знаю Смотрелись На одном Дыхании Вот особенно В те годы Также Мне очень Нравился Субурбан Команда Команда Из пригорода Вот как-то так Он назывался То есть Были с ним Кайфовые фильмы Ну В общем Ребят Вот те фильмы О которых Я вспомнил Что мы Приобрели В видеопрокате Эпоха ВИЧС Связана С голосами С теми Голосами Которыми Для нас С экранов Наших Телевизоров Говорили Герои Голливудских Картин Конечно Это Непревзойденные Метры Перевода На ходу Это Голоса Эпохи ВИЧС Коих Было Немало И вот Больше всего Мне нравились Переводы Михалева Михалев Запомнился Своими переводами В фильмах Семейка Адамс То есть Для меня Семейка Адамс Это Фильм Который Непрерывно Связан С Михалевом То есть Я никогда Ему не смотрю Вот многоголоски Для меня Адамс Фэмили Это Михалев И вот Были Такие Моменты В его переводах Тех же самых Адамса Которые Где-то Запали В душу Например Тот момент Когда Мартиша Адамс Перебирает Вещи Вытаскивая Из шкафа И вот Михалев Это как-то Так перевел Попробую Воспроизвести Ребят Где-то Может Получиться Зимний Гардероб Дядя Ник Нека Летний Гардероб Дядя Ник Нека Дядя Ник 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 Гомес Солнце Оу Тише Это же по-французски Уи Оу Карамия Защищайтесь Месье Солнце Гомес Карина Вчера ночью Ты выпустил На волю Какого-то Отчаявшегося Ревущего Демона Ты напугал Меня Сделай Это еще раз Не могу Ребят Представить Без Михалева Этот фильм То есть В Михалеве Я тащился От горячих Голов Адамсов Потом Тот же самый Трудный Ребенок Много с ним Фильмов Которые Врезались В память Эти интонации Михалевские И вообще Михалев делал Эти переводы Какими-то Особенными А взять Например Того же Самого Демолишн Мэна Разрушителя Со Сталлоне Для меня Наверное Лучшим переводом Был перевод Володарского Я его Впервые Посмотрел Кстати Именно В переводе Володарского И вот В памяти Сразу Сплывает Вот та Сцена Первая встреча Сильвестра Сталлоне И Весли Снайпса Не с места Феникс Ты Алистон Алистон Да Брось Кстати Ты нарушил Границы Моего владения Где Пассажиры Пассажиры Они Да Пошел Ты Нет Пассажиров Я говорил Городу Никому сюда Не соваться Полицейские Поняли Почтальон Понял А вот Водитель автобуса Не Слушал Последний раз Спрашиваю Феникс Где Заложники Да пошли они К чертовой матери Все между тобой И мной Ага Что 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 солдат Сделай что Нибудь Давай Я налью тебе Полную Задницу Бензина И Подожгу Я Это здесь Холодно Или просто Меня Знобит Если брать Голоса Эпохи Вейчес То Каждый Из переводчиков Имел Какую-то Свою Изюминку И вы Легко Могли Отличить Например Того же самого Володарского От Михалева И Эти голоса Сделали Практически Наше детство Благодаря Этим Ребятам Которые Стояли за кадром И переводили Эти фильмы Мы с вами Ребята И смотрели Голливудское Кино Было На самом деле Много Переводчиков Например Тот же самый Живов Живов Мне запомнился Больше всего По переводу Мультфильмов Той истории И Жизнь Жуков То есть Вот Для меня Эти Мультфильмы Ассоциируются С Живов А так же Живов Ассоциируется У меня Напрямую С Фильмом Маска С Джимом Керри То есть Вот У каждого Фильма Есть Вот Какие-то Свои Переводчики Когда Вот Вспоминаешь Этот фильм Ты сразу Вспоминаешь Переводчика Гаврилов У меня Ассоциируется Напрямую С Патрулем Времени С Хищником То есть Вот Неразрывные Ассоциации И Вот Огромное Спасибо Этим Ребятам За то Что Они Переводили Эти Фильмы Как Можно Было Смотреть Кино Не Платя Ни Копейки В 90-е Годы Я Для Себя Такой Способ Нашел Это Обмен Кассетами С Друзьями То есть Купил Скажем Кассет 10 И Можешь Постоянно То есть Обмениваться С Друзьями Знакомыми И Смотреть Новые Фильмы У Меня Вот Пик Такой Активности Обмена Кассет Был Где-то Наверное В 97 98 Году На протяжении Нескольких Лет В 97 Году Я Переехал На новое Место Жительства Познакомился Там С Ребятами И Вот Такими Активными Минялами В моем Круг Кругу Были Два Пацана Это Томка И Этька То есть Вот С ними Мы часто Менялись Кассетами То есть Чуть ли не Каждую Неделю Обменивались Были еще Там Ребята То есть Которые Жили в этом Районе И с ними А тоже Менялся Но реже Самые Основные Игроки Обменного Рынка В этом Районе Где я Жил Это Были Томка И Этька Вот Давайте Сейчас Немножко С вами Пройдемся По этой Дороге По этому Району Мы с вами Уже Кстати В одном Из роликов Ходили Вот Сейчас Просто Пройдемся По району Я часто Вечером Ходил От своего Дома К дому Томки Томка Жил От меня Метров 300 Наверное Сейчас Мы с вами Идем По этой Улице От моего Дома Вот Часто Либо Томка Ходил По этому Маршруту Либо Я Ходил К Томке Чтобы Поменяться Видеокассетой Либо Нужно Было Еще Немножко Выше Подняться Потом Завернуть Направо Там Жил Этька То есть Как бы Ну Чаще Ребята Приходили Ко мне Вот Приносили Мне Часто Видеокассеты На Обмен То есть Это у нас Уже Был Такой Ритуал И вот Благодаря Этим Ребятам Мне удалось Посмотреть Например Первые Части Полицейской Академии Тот же Самый Фильм Про Мертвых Полицейских Мертвая Жара Боги Наверное Сошли С ума Папа Привидение Помню Как ко мне Пришел Томка Принес Фильм Говорит Очень Классная Такая Мистическая Комедия Всучил Мне Наверное Уже Раз 100 Переписанную Кассету С Плохо Читаемым Названием То ли Чего там Отец Привидение То ли Папа Привидение В общем Нифига Не было Понятно Что там Написано Говорит Отличный Фильм Отличная Комедия Папа Привидение Я Первый Ребят Вот Посмотрите Этот фильм Замечательный Замечательный Комедий В общем Ребят Эпоха Вейчез Это Такое Романтическое Время Которое Постепенно Стало Сходить На нет Где-то К году В 2000 2001 Тогда Постепенно Стала Появляться Цифра А вот В 2001 Благодаря Тому Что Компьютеры Стали Более Доступными Ну В кавычках Конечно Комплект На тот момент Монитор Клавиатура Мышка И системный блок Стоил Порядка Четырех Тысяч То есть Тоже Не такая В общем Доступная Цена Но все же То есть Как бы Компьютеры Детям покупали В первую очередь Для того Чтобы они Помогали В учебе Ну вот Как игровое Устройство И вот Потом еще И как Устройство Для просмотра Фильмов И вот Именно В 2001 Были куплены Последние Видеокассеты В моей семье Одной Из последних Кассет Были Куплены Фильмы Мумия И Экранизация Том Райдер С Анджелиной Джули То есть Это вот Одни из Последних Фильмов Которые Мы купили На VHS Потом Уже Пришла Эпоха Цифры И Вот где-то С 2001 Года Когда у меня Появился Компьютер Цифра Заменила VHS Но это Ребята Это уже История Для Другого Выпуска Всем Огромное Спасибо Кто вот эти Долгие Часы Моей Истории Про Романтические Времена VHS Был Со мной Пишите Свои Истории Ребята Под Видео В комментариях А на этом Я С вами Прощаюсь Всем Счастливо Удачи